За номер 8, предоставленный в Беларуси гидроэффициентном периоде, 17-18 номер лет, в пустых годах в территории города ожидали сложный погодный взвод. А именно сильный снег, не стали очень сильный снег, нальпали мокрого снега, велолёт, на дороге галереи сильный обедет, снежный занос и снежный огня. Усугублялось всё тем, что планировался ветер 17-22 метров в секунду, местами 25-28. Температура в днём ночью 17-го 0-15 и 17-го 4-9 градуса в морозе. Какие были приняты мне? Имея прогнозы, 16-го 1-го через сеть камерного телевидения МТТВ, ведущие структуры, а также из урочной, много говорили, как количество 150 двух штук, включая обещание ОРТ, в связи с передачей штрафового удовольствия. 16 января пройдет очередное, внеочередное заседание комиссии по вопросам ЦРЧС. На основании заседания комиссии и решения сполкома было выявлено из матрицы 1-го 400 сотковых лопат для наших районных инстанций. Ранее, учитывая прогноз 5-го января, перед предыдущими усложнениями и усложнениями в оборудовании, было предрешение комиссии и решение сполкома на предотвращение непохода было выделено из матрицы 1-го 10 тонн из топлива и 3 тонны внести. Учитывая, что мы не привлекали технику в период 6-го по 8-го января, а у нас боролись с сухими только коммунальной техникой, этот ДЦМ остался, и мы его использовали уже на период с 17-го по 21-го. Значит, действительно, прогноз отвертился. С 17-го пошли сильные задки, за сутки выпало более 20 сантиметров, значит, осложнялась оплация перевертами. Что было сделано? Кроме помещения, по работе с снежными взрослыми посылками занимают участие. По колокольчику дорог 17-ми висантных машин, это 10 марзов и 3 камаза, и 4 марза-чатные предприятия карцерные. Также 6 наших, скажем так, городских машин, но чатные формы шоу, пылесоски, которые оборудованы, отвалами, и 6 машин взрывов. В общей службе это 29 сантиметров. Значит, по предприятиям через районную администрацию, тем топливом, как в районной инспекции, на анализе инспекции предприятия, было задействовано 17-го числа в тексте. Вышли дворники из 86-го, 6-го, 24-го. Это воскресный день 17-го и мая. Значит, проблема по 18-го числа. 17-го у нас еще в течение дня трамвай и троллейбусы третили, чтобы были ночи. Ночью было принято решение во избежание проблем с контактными сетями и рельсо-спальной решетной работой. Оставили в ночь 6 трамвайов и 9 троллейбусов, в том числе 2 снега-чистителя. Лучше, что было серьезные перелеты и большая садка. В 2 часа ночи мы, после того, как застрял снега-чиститель в сугробе, приняли решение о том, что надо отправить весь транспорт в депо во избежание заторов на наши дороги. В результате снежных заносов в нашем дежурном 250-модоканале было освобождено затором в 8-м линии стейки, в том числе 1-м линии, 2-м линии, 2-м линии, 2-м линии, 2-м линии. По рекомендации областного штаба в службе комбинатных дорог было принято решение ограничить движение всего транспорт по Николаевской области. Также городской экономической церкви МНС было принято решение непропускательных городов и целых транспортных. Самый сложный период у нас остался 18-го числа, когда из-за непогоды из 1049 маршруток аккредитованы в высшем наличии и по несвоим временам 310, трамваи проехались 18-го числа нефига. Связано с тем, что по маршрутным перси не все могли были вылететь из своих баз, учитывая смертными капельными. За 18-е число уже было подключено 75 административники радиадминистрации предприятий, учитывая сегодняшний день, ситуацию будут выросли благодарность всем предприятиям, которые опитывались в этот тяжелый период для города. Значит, основная задача, которая была поставлена городским штабом, ну, то, что он был создан по распоряжению городского оружия, я думаю, в этом времени надо, такой штаб есть, возглавляла ГУЛЯ, решение было принято, учитывая большой уровень снежных капель, обеспечить прежде всего работу общественного транспорта. Поэтому отрабатывалась коммунальная техника маршрута троллейбуса, что дал нам возможность уже 18-го числа пустить первое шесть троллейбуса, а 19-го числа уже запустить все маршруты по троллейбусу за исключением четвертого. Это привозная площадь, необходимости сейчас в этом нет, потому что она, скажем так, есть необходимость, когда работает там интенсивная задача, много репетий, которые мы ставили перед собой, была в упаду. Вторая задача, которая была поставлена главой администрации, это обеспечение заезда и проезда в прежде всего лечебное учредение, и дальше в основное социально значимое объекте. Какие были сроки? Учитывая, что их насильность снежных осадков была очень высока, а также сильный ветер более 25 метров в секунду, было очень много кременов. К примеру, у нас были отсоединены от сообщения два наших микрорайона, большая и малая кремника, если взять, академий кременов, и микрорайон. Дорога к Большой и Малой Криньке находится на балансе службы автомобильных дорог, дорога к Криньке к Матвеевске тоже находится на балансе службы автомобильных дорог. Для очистки этих проезжих часей нам помогают главные управления ЧАЭС свои ГМР, также нужно действовать технику военной бренду для очистки Матвеевске, но буквально через два часа из-за переметов результата работы не было видно. Так как Большой и Малой Криньке были проблемы с наличием хлеба, напоминаю, вот где эти собственные пекарни, там проблем не возникало. Значит, совместно главного управления ЧАЭС мы отправили за АМФ, следом мы отправили машину, скажем так, с нашим участием, с участием моего коллеги с концом, и наличием крем был достанным. Опять же, из-за переметов результат работы в серьезной кремнике это там с оплавом, буквально через 3 часа уже не было за ним. И на следующий день служил по обмирной дорог опять очищал этот маршрут. Следующая задача, которую ждали мы перед собой, это обеспечение всех маршрутных крестей. Начиная с 19-го числа у нас уже было на длине 890 единиц из 1049 и дальше, начиная с 20-го числа практически все маршрутки были на длине. оставалась проблема серьезная по трамваям. Трамваи с 19-го до 17-го не ходили, начиная с 20-го числа мы расчищали маршруты по самому интересному движению и дошли до сегодняшнего дня до 32-х единиц, 30-х единиц и ниже с планеметом. Продолжается работа на трамваше сегодня в 8-й по 10-й. Я надеюсь, что в ближайшие два дня все трамваи будут уже на месте. Учитывая сельные отсадки, у нас, естественно, возникли проблемы и мы не могли в своевремя над той техникой, которая есть и нормальной предприятии, та техника, которая была задействована одновременно выполнена работа по расчистке нотоквартальных проездов дорог и отцов на всех транспеклянных. Эта проблема сверется и нам надо совместно думать, как увеличивать технику для работы в дальнейшем. Естественно, мы используем и через сольную сольную смесь проекты бюджета мы планируем больше средств выделить на применение этих материалов, какие нужно будем с вами обсуждать и какую технику будем выделять будем тоже вместе с вами. Я с тех пор от этого у меня все. Если есть вопросы, готов. Прошу вопросы к бюджетам 30. День уважаемых коллеги Александр Федорович. Я хочу задать вопрос Владимиру Васильевичу по поводу сколько нашим городам было закуплено техники, которые нашли как бы дублические сния, скажем так, в последние 15-м годы. В 2015-м году было приобретено 10 мазов, 6 трехпостных, 4 двухпостных. Также это департамент ШТХ приобретал. Также приобретены универсальный трактор с отвалом венецкой администрации, погрузчик, состральной администрацией, трактор с отвалом со щеткой корабельной администрации. А в сколько общей сложности у нас сейчас есть непоборочные техники увеличения? Значит, если по количеству универсальной техники, это та, которая позволяет выполнять работы почечки снега и по использованию смеси, будь то соль, будь то пустосчано-целевая смесь. Это 17 единиц, 13 из них коммунальная форма собственности, чат, чат я уже говорил, это 10 мазов, куплено в 15-м даже 3 КамАЗ, САНГ, ЭЛО, Стадоров и 4 МАЗа и, по-моему, 5 лет это частное предприятие. Плюс ко всему еще 6 машин так называемого полисовства, которые записаны в город, это частная форма собственности, с отвалами, и из 11 машин, 6 машин землетрехоза, те, которые, скажем так, ну, могут что-то делать. У меня все пока. И вот этот вопрос в первый цифру. Валерий Кузьмин, Валерий Кузьмин, почему не выводством церкви дают. Значит, выводы снега мы рассмотрели вчера, и в бюджете 15-го уже с помощью день присмотрен на выбор снега и скоро в бюджете 16-го мы еще внутри мы работаем пока по одной финансе. Тем не менее, мы привлекаем технику предприятий на условиях возмещения СССР и вывозу снега на сутки. В том числе, сегодня вывозим в район Колоса снег для того, чтобы обеспечить проекте сетки. Вчера начали мы с кольца Херсонское шоссе и